Нерегулируемый переход, Ленинский проспект. Самое подходящее место, чтобы напомнить пешеходам о безопасности. И кому это сделать, как не детям? А вот это светоотражающий элемент, чтобы вас было всегда видно на дороге. У меня внук родился, я его повешу на колясо. Замечательно! Вот так дети помогают всем прохожим себя обезопасить. О свето-возвращающих элементах многие забывают или пренебрегают ими. А принцип блестящий прост. Свет возвращается к его источнику. И вот водитель уже видит вас в темноте. Чтобы у вас всегда было в вашей темной одежде, заметно на дороге. Спасибо. И помните, вас всегда ждут дома. Ну вот такой светоотражающий элемент ручной работы. И сотрудники только что мне рассказали, что носить их лучше всего на штанах. Ну потому что ночью в темноте может светить все что угодно. И пачка сигарет, и разбитая бутылка. А так светоотражающий элемент всегда в динамике. И водитель увидит, что это все-таки живой человек. Свет возвращающие элементы имеют разную форму. Это брелоки, браслеты, тканевые нашивки на верхней одежде пешеходов. В том числе их можно изготовить самостоятельно. Как это сделали учащиеся из 125-й школы. Ученики начальных классов 125-й школы работали, конечно, не для того, чтобы покрыть потребность всех пешеходов города. А чтобы понять светоотражатели, необходимо в первую очередь им самим. За три месяца на территории города Барнаула зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых 28 детей получили телесные повреждения. В преддверии летних школьных каникул ГИБДД города Барнаула проводит множество профилактических мероприятий, в том числе «Стань заметнее на дороге». Стать заметнее для водителей детям необходимо, особенно в свете того, что о ДТП с участием ребенка в Барнауле последний раз сообщили меньше двух недель назад. Тогда мальчик умер. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком.